Я покупаю участок. Снять всякие свои там луи-виттоны и все, что у вас есть, одеться в какое-нибудь рванье и сказать, что у вас бабок нет. И сбить цену до минимума. Личного бизнеса. В дом надо всегда вкладывать. Сделал, получил. Участок, цена? До миллиона рублей. Где я заберу просто задарма. Я продам там 5 домов. Ну, за сезон. Перерасхода обычно не бывает. Бывает просто, что они продают. Ну, теперь хоть, я не знаю, пальцы свои забивайте. Строительство влияет только недостаток финансирования. Грибочки, туи, ели. Кусок леса на участке. Ребят, всем привет. У нас новый выпуск. Сегодня мы для вас будем рассказывать, как можно заработать на загородной недвижимости, на постройки, на продажи, на сдачу в аренду. И самое главное, как не потерять деньги, когда вы вылазите в этот сложный проект. А самое главное, подписывайтесь на канал, потому что для нас это действительно важно. Ваша подписка, она открывает нам двери, даже там, где они очень плотно закрыты. Поэтому мы начинаем. Полетели! Сегодня мы в гостях у Андрея. Андрея в недвижимости уже 15 лет. И начал он свой путь с постройки маленького домика, который он, соответственно, продал, заработал деньги. Это были те лохматые года, когда деньги валялись просто по земле. Андрей, привет! Здорова! Ну что, начинаем? Давай прогуляемся. Давай, тут красота, лес, птички, свежий воздух. Так, расскажи, как ты пришел? Как ты пришел? Что это был за дом? Ну, предыстория. На самом деле, на радость маме я рос в институте в Москве на метро Дмитровское в ЦНЕБ жилище с трех с половиной лет, реально. И почему-то изначально я не пошел в стройку, в строительные институты и тому подобное. Но в 2005-м, когда у меня был уже цех художественной ковки, нас просто продали, и мы остались, грубо говоря, на улице. То есть мы не смогли переехать куда-либо. И так как я занимаюсь лыжными гонками, я ехал в Мурманск. Ну, сейчас всю правду говорю. Ехал в Мурманск со строителем. Пока мы с ним выпили бутылку водки, я стал строить дом. То есть прям так, после бутылки водки? Проехав марафон, да, я приехал в Москву и начал строить дом. Мы с ним договорились, естественно, о взаимовыгодных отношениях. Я всегда в любом бизнесе ищу гида, который заработал в данном бизнесе, в данной сфере. Мне не нужны какие-то ученые, которые там все что-то рассказывают, какие-то инфобизнесмены. Мне нужны практики, которые заработали реальных денег. И на самом деле мы с ним договорились о том, что я покупаю два участка и один дарю ему. Но он меня ведет за руку до продажи. Я по факту понял, что я вот этот участок, который я ему подарил, я еще больше сэкономил на его советах. То есть я знал, в какое время, в какой день приехать на определенный рынок, где приезжает определенная машина. И я покупал в четыре раза дешевле. То есть таким образом ты просто сэкономил время и получил знания? Да, и деньги, самое главное. то есть ключевые деньги. Дом построил? Дальше я построил дом. Естественно, попал не в тот месяц, не сразу продал, всю зиму занимался продажами, клиентов не было. Но при этом, понимая, что я обернул деньги в два раза за восемь месяцев, я понял, что я зарабатывал больше в два с половиной раза, чем люди, которые реально со мной отучились в институте, пошли работать. Я вроде катался на лыжах, зарабатывал в два с половиной раза больше. А ты непосредственно сам принимал участие в строительстве или делал целиком человек, а ты просто наблюдал в виде там прорабородов? Делал на бригаду, но покупал полностью все я, до гвоздя. Можно ли зарабатывать сейчас на строительстве загородных домов? Можно, можно, можно абсолютно адекватно зарабатывать 50-60% рентабельности, если закладывать, то можно. Если люди хотят больше, то вряд ли. И если они вылезают за рамки покупательной способности, то они тоже зависнут. То есть мы для себя здесь выявили, что все, что дороже 4,5-5 миллионов уже достаточно опасно. Именно за дом или дом с участком? Дом с участком. 5-6 миллионов? До 5. Вы занимаетесь непосредственно не только строительством домов, а именно готового объекта. Покупаете участок, строите дом и продаете готовым объектом. Все верно. Чисто дома не строите? Под заказчика мои нервы стоят дороже. Либо ему этот дом обернется в 2 раза дороже, потому что под любого заказчика готовься, что тебе просто высверлят голову за эти 3-4 месяца. Я вот не готов. Выгоднее купить землю, построить дом, продать готовым лотом. Да, то есть ты как барин, ты приехал, продаешь. Хотите берите, хотеть нет. У меня, ну, эта позиция меня лично устраивает. Не нравится что-то? Вы чему-то не доверяете? У нас часто были такие вопросы, а чем докажете, что у вас там стена из того-то? У нас всегда лежала бензопила, реально. Вот 100 долларов в клади и пили. То есть это вообще как бы не проблема была, то есть и такие были, но почему-то никто не стал пробовать. Хорошо, сколько составляет стоимость дома от участка, как правило? От 25% до 35%. От участка? Да. Или от стоимости общего лота? От общего лота. От общего лота? Да, потому что участки тоже разнятся. У нас в среднем цена сейчас 100 тысяч за сотку, но в принципе она варьируется от 50 до 150 в зависимости от места. Мы стараемся, конечно, взять что-то чуть ниже среднего, потому что можно вылететь с ценой. То есть вы строите именно каркасные дома? Мы строим чаще брусовые дома, отделываем металлосайдингом, естественно, металлочерепицей, вставляем красивые пластиковые окна, делаем, ну, то есть полностью отделку, электрику. Единственное, что мы оставляем, это уже человек на кухне формирует, ну, где у него там будет раковина или еще что-то, мы оставляем уже на право хозяйке, потому что неизвестно, где это будет. А санузел, все мы делаем сразу. То есть человек хочет приехать и жить. Реально. То есть сразу. Вплоть даже до мебели, да? Мебель нет, потому что тут не угадаешь, и это очень быстро можно из Икеи заказать и обставить дом. Мне показывали лайфхак, как за 10 тысяч долларов обставить все 130 квадратов. А земля не входит в стоимость 4-5 миллионов? У нас в любом случае входит в стоимость это парковочное место. Мы парковку делаем в заводе колодец, септик, то есть заведена в дом вода, выход из дома. Это вещи на самом деле недорогие. Вот сейчас секрет рассказываю, вообще недорогие это вещи. Но человек никогда не имевший с этим дела, он всего этого боится. Он прям всего этого боится и думает, что это прям как эта вода не выходит из дома или не входит. Это все, это катастрофа. На самом деле это вообще 3 копейки. Ну бурится скважина, закапывается септик. Ну или колодец, да. То есть на самом деле это 3 копейки вход-выход, но люди боятся вот этих мелочей. У многих покупателей потенциальных, когда узнают, что на участке нет центрального водопровода и канализации, возникает вопрос, как так, здесь у меня септик, куда сливается все содержимое ненужное с дома, а здесь у меня скважина. Не получится ли, что отсюда перетекает сюда? Какие здесь нюансы есть? Если неправильно расположить, то получится. Какие минимальные нормы есть? На что стоит обратить внимание? В любом случае надо смотреть на планировку участка, куда уходят грунтовые воды, то есть в принципе куда должно идти и в зависимости от этого расположить. Естественно мы пытаемся расположить септик ближе к воротам, потому что если его выкачивать, то машина должна иметь доступ. Поэтому есть определенные зависимости, что колодец мы уносим дальше значительно, может быть даже за дом с другой стороны ставим, чтобы не было падания септика каких-то фекалий и всего остального. А как насчет септиков, которые разлагают все, добавляешь добавки и там все органически уходит в почву? Люди пользуются много чем на самом деле эффективная технология? Недолго. Чаще всего это ломается, чаще всего это приходится либо менять, либо монтировать. Но в принципе люди пристраиваются, нет, отработают. У нас у всех, если делаешь, если люди живут, то обычно септик наполняется быстро, поэтому лучше делать не один, а два или три переливных, и в каком-то из них будет типа фильтра. Что этим фильтром будет, это уже масса вариантов, чем люди будут пользоваться. И в третьем септике может быть уже вода, которая может фильтроваться через почву, и ничего не будет такого плохого. Бояться сильно не стоит того, что у тебя рядом скважина и септик. ты сказал по поводу грунтовых вод, как определить, куда они идут. Это как-то производится внешним глазом, либо это вызываются специалисты, которые делают геологию? Либо внешним, либо реально специалист нужен, потому что если я приезжаю в своем районе, то в принципе я уже понимаю, куда это льется. Если там вопрос прям есть, то я бы, если специалистов нет, обошел бы в окрестности, посмотрел бы на ручьи близлежащие, во-первых, куда течение идет, мелочи определенные для себя. И в принципе понимая, если здесь у нас глина, то вода грунтовая не уходит. Она реально не уходит, она все временно поверхности, она не может просочиться. Если нету соответственно угла. Если это допустим к югу от Москвы там очень много песчаников, там вообще с этим проблем нет. Там просто все просачивается и у них вопросов таких нет. Стоит бояться стройки на глине либо в низинах? Если например цена участка она значительно дешевле? Если знание есть, то вообще можно строить везде. Даже на болоте? Да, везде. Вся Москва на болоте. Как понять, что этот участок не окажется под водой в момент сильного ливня? Есть какие-то визуальные признаки, по которым можно 100% сказать, что здесь будет все хорошо. Сейчас здесь все красиво, но если пойдет здесь дождь, будет ли также здесь красиво, либо здесь будет река по колено? Ну, если касаться этого участка, то здесь визуально можно понять, что здесь грунтовые воды уйдут вниз, потому что здесь хороший уклон. И судя по насаждениям, что они не погибли, тут то нам конечно же надо проверить, что за почва, если это глина с углинок, она конечно не пропустит воду, и у вас будет под водой. Например, я хочу построить себе дом, я покупаю участок, он должен желательно быть не в болоте, потому что это потребует определенное вложение. Сделать нужно геологию участка, чтобы понять, что где находится, куда может что съехать, и что поплыть. Второе, перед началом строительства необходимо сделать генеральный план участка, где будет находиться дом, где будут находиться септики, где будет находиться скважина, и так далее. То есть весь целиком план, вплоть до того, где будут находиться дорожки. Дорожки, насаждения, и все остальное. После этого мы можем приступать к строительству дома. И естественно, следующая самая ключевая часть дома это фундамент. Это как кровеносная система у человека на самом деле. Насколько она развита, насколько она хорошая, настолько у тебя здоровья много. Так же и у дома. От фундамента зависит все в доме. Сколько стоит геология участка усредненная? какое-то понятие? 100, 200, 300, 500 тысяч рублей? Если честно, мы ее делаем для себя, мы делаем бесплатно. Потому что я рос в институте строительном и я возил еще к главному геологу страны. То есть я шурфировал, из полуметра каждого брал землю и в пакетиках возил эту землю к ведущему геологу страны. Поэтому для себя я уже понимаю в этом. То есть я просто на практике прошел определенное обучение. и если я строю в Московской области и где-то на севере Московской области, в принципе я понимаю уже на глаз, где что происходит. Первым делом, когда я начал выполнять инструкцию своего наставника, будем так говорить, 15 лет назад, он мне сказал, что я должен объехать все СНТшки, то есть садовые товарищества, какие-то поселочки и выбрать точечно именно те участки, где СНТ это застроено уже как минимум на 90%. То есть если оно застроено наполовину, все, не подходит. Это долгий проект. Люди не хотят приходить туда, где еще будет стройка. Если оно уже будет застроено, я взял один участок или взял максимум два участка там, я построю, я точно продам их сразу. Люди любят, когда они приехали, они уже живут, все. Не только в доме, но еще они выходят, они выходят по территории, они не хотят больше этих машин, хотя в принципе это не так долго строится, но люди хотят все и сразу. это определенный шум. поэтому у меня был долгий объезд реально по району, то есть я объездил не знаю может быть 30 садовых товариществ, реально отходил в них, реально ну еще секретик, надо снять всякие свои луи витоны и все, что у вас есть, одеться в какое-нибудь рвание и сказать, что у вас бабок нет и сбить цену до минимума, то есть я реально так и делал, я даже бросал машину и заходил, знакомился реально с какими-то там уже живущими людьми, бабушками, председателями, спрашивал, что продается, это реально ваша работа, это уже приносит, вот в этот момент вы уже начинаете зарабатывать деньги, потому что вы входите в контакт дружелюбный и соответственно вам просто рекомендует, там поверьте не будет тех риелторов, которые сразу на вас там 300 тысяч должны заработать минимум, то есть это люди, которые вам просто по сарафанному раду передадут телефон какой-нибудь тете Нюре, который продает свои 6 соток. При этом надо говорить, что ты для себя ищешь участок и продажа. Да, я еще даже не озвучился, ты это произнес, естественно ты должен участок искать не только для себя, а возможно для своей мамы или бабушки. Чтобы была возможность грамотно съехать. Чтобы была возможность еще их просадить по деньгам, потому что ну как ты такой классный парень, ты еще заботишься о своих, о своей бабушке. но это же реально работает, поэтому сорян, ничего личного бизнеса. Таким образом мы выбираем участок, если у нас один домик, ну как бы все, задача выполнена, если мы планируем 3-5 домиков, то соответственно мы должны выбрать, чтобы логистика была правильной, чтобы они не были слишком далеко друг от друга. Потому что когда вы начнете строить и будете вести материал у вас, не должно быть больших плечей между пунктами назначений. То есть желательно в одном товарищи все два, допустим, и рядышком где-нибудь три. А то есть это имеется ввиду не на одном участке три домика, а просто локация? Нет, локация, но чтобы вокруг было все застроено. Это реально уже принесет вам денег. Да, вот так надо выбирать участок. Статус земли? СНТ? ССНТ. Дачное поселение, землянаселенных пунктов, какие еще виды земли? СНТ-шки они все у нас находятся на сельхоз землях, поэтому в принципе надо искать для проекта, который вы точно продадите в данный годы это 6-8 соток, в СНТ-шки все подойдет, то есть потом мы уже смотрим на цену и что в эту цену входит, подъездные пути, как далеко оно от Москвы, то есть насколько просто добраться, то есть если там асфальтированная дорога, понятно, что это можно купить чуть дороже, и оно и уйдет дороже. Если там грунтовки 10 километров, то туда лучше не суваться, люди не хотят только долго ездить и соответственно на эти моменты надо обращать внимание. Это уже 80% успех, выбор участка. Насколько максимальное плечо можно брать удаление от Амкада? 43-50 километров. Влияет ли как-то МЦД другие сообщения близость на цену и на спрос? Конечно, нам просто сейчас повысили ликвидность М11 и то, что расширяют ЦКАД и в принципе там будет густонаселенные микрорайоны строиться, на самом деле это потенциально все наши клиенты. То есть Москва расширяется и она становится все время ближе к нам. Поэтому и цена растет. А какая примерно стоимость участка может составлять там, ну если мы берем Солнечногорский район окей, восемь соток плюс-минус. Я бы ориентировался на цену сто тысяч за сотку это пока. Если цена выше, то надо понимать за что. Хорошо, сколько нужно на участок мощности? На один участок для обычного дома там сто, двести, триста квадратов. Тут, конечно, варьируется от того, насколько люди газа нет и насколько они умеют пользоваться электроприборами. Из опыта мы понимаем, что даже 6-7 киловатт в садовом товариществе этого достаточно. Не обязательно 15 иметь, да, и на самом деле хватает. Потому что сейчас уже масса электроприборов они идут достаточно экономных и все, что может потреблять огромное количество это если человек делает сауну, если человек ставит электрокотел мощный, тогда там какие-то могут быть уже проблемы. Насколько влияет по продаваемости участка, если все-таки дом с газом? Или люди не обращают? Мы говорим про средний срез, есть участок с газом, есть участок без газа. Одинаковые участки, одинаковые дома. Вот если в коэффициентах сравнить 40-60, либо 70-30, как продается? Если мы говорим о нашем сегменте, о дачном домике, в котором можно жить, то в принципе там газ бывает очень редко. Если мы говорим уже о доме на постоянку, то он должен быть как минимум в деревне, в поселках городского типа, то есть в городе, где частный сектор застроен. Там газ он в принципе будет. И сейчас есть программы и не надо на это тратиться сильно. Я думаю, что история будет как с электрификацией, которая раньше любой киловатт стоил космических денег, сейчас 15 киловатт любой может получить за 550 рублей в пошлину плати и все. То есть раз в три года каждый каждое физлицо. Это бесплатная подводка, да? С газом будет то же самое, да. Вообще эта программа должна была заработать, но когда начались действия на Украине, все это затухло. Я думаю, что просто сейчас вопрос только из какого бюджета все это будет оплачиваться. Простым языком президенту неинтересно, что на местах берут взятки огромные. Ему нужны абоненты, чтобы электричество покупалось, чтобы газ покупался абонентом и платился в казну, а не как я взял, дал взятку, мне подключили, потом я опять за взятку не по счетчику получил больше, чем я нажег. То есть государству это не нужно. Государству нужны вот конкретные потребители, вот конкретные лицевые счета, по ним платятся. То есть по этому принципу будет подключаться и газ. там есть критерии, чтобы населенный пункт был не дальше, чем 2 километра от труп среднего и высокого давления, откуда они будут везти. Ну и соответственно, я рассчитываю вот уже в ближайшие годы, что это начнется. Дай бог, если не будет никаких потрясений, которые опять наш бюджет истощат. Стоит ли проверять газ, который уже есть, заведен на территорию, на предмет легального заведения? Ты сейчас сказал, что есть какие-то непонятные схемы, по которым заводят, или можно не париться? Если газ есть, он подается, все окей. Ну, в любом случае, если, допустим, у меня дом продается, газ заглушили, потому что они там не живут. Человек, который покупает, он должен обратиться в организацию с этим лицевым счетом и просто проверить. Это несложно на самом деле. И вся экономия будет только от ваших усилий на самом деле. Если человек ленится, он платит. И причем не дважды, а вечно. Все расходы идут от тлени. А на самом деле надо было просто в интернет зайти, телефон найти, позвонить, уточнить, подъехать. То есть вы потратили бы один день, а можете пороться на 100 тысяч долларов. Наличие школы, детского садика, магазина влияет на стоимость? Если непосредственно есть где-то детский сад, школа, куда можно доезжать, будем говорить, на машине, но недолго, 5 минут, это сильно влияет на стоимость. Сильно влияет на стоимость при продаже. Очень много людей переезжают по военным сертификатам, в ипотеку все, военный сертификат, северный сертификат, материнский капитал и все это в сумме. Люди выбирают купить квартиру или купить дом на участке. Очень часто люди склоняются к дому. Да, для многих это ошибка. Я честно говорю, для многих это ошибка. Купить дом. Может быть люди, которые не владеют теми деньгами, не подозревают, что в дом надо всегда вкладывать. К вам не приедет никакая служба, ни ЖКХ, менять вам насос, менять вам какие-то трубы. Вы будете делать это все сами. Ухаживать за участком, ухаживать за дорожками, тропинками, светом и всем остальным. Никто не будет. И если у вас есть определенный доход, который позволяет это делать, милости просим. Если у вас это прям вот последние деньги, купить квартиру. Касаемо клиентов, которые покупают ваши объекты, это клиенты, которые переезжают преимущественно с квартир, либо это инвесторы, либо это просто дачники, вот хочу дом, у меня есть 5 миллионов, классно. либо дачники, либо кто переезжает с квартир. Естественно, вы должны выбрать, какой вид дома вам вообще нравится. Ну, вы просто заходите, грубо говоря, в интернет и смотрите, а что вам вообще нравится. Вы-то что любите? То есть, ну, сам факт, как должен выглядеть ваш дом, если вы строите себе, если вы нарисовали портрет того покупателя, который у вас должен купить, то есть, что ему понравится, и начинайте сначала естественно с архитектуры, то есть, у нас любой дом, большой, маленький торговый центр, начинается, то есть, архитектор нарисовал картинку, а инженер-конструктор, ну, грубо говоря, должен сделать так, чтобы эта вся конструкция функционировала, не рухнула, вот, соответственно, уже после того, как картинка есть, рисуются узлы, как этот дом построить, да, какой фундамент поставить, если это, опять же, деревянный дом, то все достаточно банально просто, то есть, мы либо на плиту кладем плавающую, либо на ленточно-столбовой фундамент, это достаточно хорошо работает, если хочется еще сэкономить, да, никто не против вот этих свай винтовых, это не проблема на самом деле, просто оно несет свои плюсы, свои минусы, то есть, вам хочется дешевле, окей, но вы должны точно знать, что это купят, то есть, ленточно-столбовой фундамент достаточно хорошо смотрится, его можно чем угодно потом даже оштукатурить или обыграть, либо вообще не делать ничего и сделать себестоимость ниже для того, чтобы на рынке ваша финишная стоимость не кусалась, на самом деле надо что-то оставлять для финишного хозяина, что-то он доделает, ему просто хочется приехать, войти и что все работало, чтобы работала электрика, чтобы работала сантехника, то есть, должен работать туалет, душ, душ тоже вот, санузел, что касается санузла, не надо выбирать средний сегмент по ценам, выберите самое дешевое, самый дешевый туалет, именно самый дешевый туалет, самый дешевый ракмана, самый дешевый душ, человек сам разберется, какое ему дорогое купить, Но он сможет жить и пользоваться уже сейчас. Но тот же туалет мы же не сможем встроенный сделать, если мы его на этапе стройки не заложили. Встроенный, да. Мы делаем именно в дачных вариантах, не встроенные туалеты. Он дорого стоит. Но он реально стоит уже не 3 копейки, он стоит дорого. Если человек захочет, он сделает. Но если мы вдруг средний сегмент выберем, ему будет жалко его выбрасывать. И у нас цена себестоимость уже увеличивается. И вот так по копеечке с одного, с другого, с третьего. Там раз и 200 тысяч набралось. То есть у нас раз и уже финишная цена увеличилась. Не надо. То есть ему хочется начать там жить. Он потерпит, но он потом сделает как ему лучше. Понятно, что на кухне мы делаем только выходы с заглушками. И человек уже приглашает собственного сантехника. И по картине его кухни, какую он видит, хозяйка скорее всего придет. Она уже нарисует, там выберет. А он ему доведет туда, куда ему надо. Но оно уже есть. Оно уже в доме. И он этим уже сейчас может пользоваться. Переходим к непосредственно самому дому. Оптимальная технология это брус. Это один из видов. То есть на самом деле масса вариантов есть. Просто мы шли по этому пути. То есть у нас были брусовые дома. Это вот такого плана, грубо говоря, брус? Просто наборный, правильно? Да, просто этот брус он обработан. Тут выбраны мягкие волокна и залачен. А так, да. Из такого бруса. Мне он больше нравится, потому что мы его в любом случае закрываем. Мы его утепляем с двух сторон. То есть с одной стороны от всех щелей типа теплофолом с фольгированным. С другой стороны там масса вариантов утепления есть. То есть он у меня в любом случае закрыт. Он в любом случае даст свою усадку. То есть под окном мы делаем проставки, чтобы их не раздавило. Он садится за первый месяц где-то уже сантиметров на 8. То есть вот мы по окнам видим сантиметров на 8. За следующий месяц где-то еще на полтора. В любом случае проставки остаются на тот случай, чтобы пластиковые окна никто не поддавил. А сколько идет в среднем усадка дома из бруса по времени? Ну вот по тому, что я вот сказал, сначала 7 сантиметров, потом полтора. Мы понимаем, что следующие месяцы будет прям меньше, меньше, меньше. На самом деле он очень быстро усаживается. И то, что он там где-то подыграет, это уже ни о чем. Если мы отделку совершаем внутри с помощью евровагонки или еще чего-либо, то есть если мы берем суперсухую, то это надо сделать чуть позже, когда он чуть-чуть сел. А если мы берем нормальную, которая вот такой же влажности, как и брус, да, она классная, то ее надо делать одновременно. А если мы делаем гипсокартон, хотим крашеные стены, как в квартире? Тогда, конечно, лучше месяца три первые. За три месяца он уже сядет достаточно. И косяки могут быть только при экономии направляющих. Если у нас направляющие, как положено, алюминиевые, то пускай брус садится, гипсокартону ничего не повредит. Потому что вертикальная направляющая, она не даст ему сломаться. Как ситуация обстоит с шумоизоляцией в доме? За стены тут вообще переживать не надо. Тут только от качества окон. Нет, именно внутреннее перекрытие между комнатой, спальня, например, золом. Между комнатами мы все перегородки у нас либо идут также из бруса сотка, который обшивается и также утепляется именно для звукоизоляции. И, соответственно, межэтажные перекрытия также утепляются по полной программе, чтобы идущие по второму этажу не сводили тебя с ума. Сколько времени уходит на проект? Выбрали участок, утвердили его, купили. При наличии полной суммы можно разгоняться до 2,5 месяцев. 2,5 месяца переходит в собственность? 2,5 месяца до 3,5 месяцев у меня стройка выходит. А, то есть это имеется в виду от момента подписания документов на участок и до сдачи объекта. 2,5-3 месяца. Ну, чуть-чуть может варьироваться в зависимости от прыти и необходимости. Потому что еще один совет. Если вы строите на продажу, то, соответственно, вы должны понимать, вот у вас есть участок, у вас будет стройка 3-3,5 месяца. В какой месяц надо купить участок для того, чтобы быть в рынке? Поэтому нам надо вложиться, допустим, в январь, в участок, спокойно его купить, февраль, март, апрель строить. И мы... Мороз не влияет на строительство? Да нет, конечно. Усадка дерева? Да нет, конечно. Наоборот, сохнет. Дерево только сохнет на морозе. Ничего не влияет на строительство. На строительство влияют только недостаток финансирования. Наоборот, если у нас уже дом, то есть мы даже заказывали тепловизор, люди приезжали с тепловизором, ну, он дорогой такой, и просто проверяли. То есть мы уже начинали топить дом, тепло, и они тепловизором показывали, где тепло уходит, где не уходит. То есть мы могли еще поправить. А летом вы этого не увидите. Вообще. Какие факапы были при строительстве? Прям самые интересные, смешные. На рабочем месте употребляли, уснули, сожгли все. Реально, ну, печальная история была. На самом деле, я же строил еще с партнерами, и, соответственно, не все участки покупал я и выбирал их я. И на самом деле, мне приходилось строить на болоте и продавать на болоте. У меня просто тупо не было выбора. У меня просто не было выбора. У нас деньги кредитные, надо отдавать, надо зарабатывать. И пару домов я продавал зимой, да, хороший морозец был, все, снега много. Ну, короче, сейчас я это самое уже, прям, это, покаюсь, покаюсь. В тот момент, когда меня спросили, а тут точно болота нет, я сказал, какое болото, посмотрите, сосны растут. Они только на песчаниках могут быть. Никак иначе. Это уже действительно так. Нет, съездите в Белоруссию еще раз и убедитесь в том, что сосны очень даже хорошо растут и на болото, и на болото. Это прям открытие. На самом деле, Белоруссия, партизаны, все в болотах. У меня лично прабабка умерла, Царство Небесное, год назад, 102 года. И я от первого лица слышал многие моменты, да, как она деда спасал. То есть они по полгода в болотах сидели, а Белоруссия вся в соснах. То есть там же везде одни сосны из корабельной. Поэтому, ну, продавала, короче, дома на болотах. Стыдно. Звонили в Торщик? Нет, не звонили. В тот момент было стыдно. Но просто, когда тебя в бизнесе поставили перед условием, либо ты в жопе сейчас окажешься такой честный, либо в дамках. И еще один такой же был участок, где мы заливали площадку бетонным. То есть мы фундамент очень хорошо сделали, там проблем нет. Но когда мы бетонную площадку делали под автомобиль, а утром мы приехали, а там как будто цунами прошло. Это как? Вот застывший бетон, только как будто цунами прошло. Вот так земля может играть. Мы сами не думали. Вот картину я Вайзовского видел, 9-й вал. Так. Вот у нас там было вот рядышком. И как вы вышли с данной ситуации? Ну как за новым все снимали. Забойные молотки? Да там уже было все сломано, там надо было просто выносить. И это делает земля, и земле все равно, что ломать. То есть абсолютно. За сутки это произошло? Да. Да, уже застывший бетон. А как можно эту ситуацию было предоставить? Не купить этот участок. Все никак. Геология? Да. Мне просто его партнер купил по телефону. А, прикольно. Так можно? Ну, больше он ничего не покупал. А где находил персонала? Это были проектные сотрудники, либо это был штат? Лучше начать с того, чтобы найти одну бригаду. Бригада должна быть не более трех человек. Мне строили и два человека дом с нуля и до конца. Но договариваться на сдельную зарплату, только сделка. Никаких денег вперед? Сделал, получил. Я имею в виду, что никакой зарплаты там ежемесячно нет. Иначе они будут работать очень долго. Как можно дольше. Если вы начинающий девелопер и таким образом хотите зарабатывать, то вам надо быть с ними. Да, вы, может быть, не будете гвоздь забивать, но вы должны быть с ними. Значит, надо взять, там привозится вагончик на участок строительный, где они там живут и строят дом. В любом случае вам надо окунуться в эту всю сферу. Вы же не можете сидеть в квартире в Москве и там что-то управлять по телефону. Это все как бы, ну, вы проиграете. Ваш материал, скорее всего, украдут, и бригада куда-то денется. Вы должны жить этой жизнью. Камерами не решить вопрос. У вас не тот еще размер строительства, чтобы камерами его лишать. Вам надо понять изнутри. Вам будут говорить, у нас гвоздя не хватило. Вы покупаете еще, правильно? Логично. А вы должны знать, а почему их не хватило? Потому что они их продали. Ну, или забили слишком много. Они на камеру это делать не будут. Да и забивать они не будут. Это точно же делать нечего, там, молотком махать. Нет, но неквалифицированные кадры, они могут перерасход материалов сделать? Переложить арматуру могут? Могут. Поэтому, в любом случае, я бы рекомендовал с самого начала найти гида, да, как я это нашел. То есть, я пришел к человеку и сказал, помоги мне, там, научи меня. Соответственно, он вел меня пошагово в первый дом. Но я рекомендую всем именно пошагово, чтобы его вели. А потом, пожалуйста, самостоятельно, куда угодно. Кому вы доверяете и с кем вам комфортно таким образом работать, это уже выбирать каждому. Но с самого начала я бы один этого сделать не смог, даже если бы мне книжку прям пошагово нарисовали бы. Потому что человек дает постоянно нюансы. Мы же не можем сейчас за час какие-то прям вот милочи рассказать, да. Я всегда записывал, каждый гвоздь я записывал. То есть, я программу в Excel вел, то есть, гвоздь цена, гвоздь цена, дерево цена. То есть, где взял, сколько. То есть, все-все-все я писал. Поэтому, когда у меня начались следующие объекты, естественно, я уже не жил вот той жизнью. Я мог отлучаться. Ну, когда мне говорили, что у нас что-то кончилось, я говорю, ну, теперь хоть, я не знаю, пальцы свои забивайте. Что хотите, забивайте. Идите, ищите на дороге. Это ваша проблема. У меня есть четкий план на этот дом. И я знаю, что перерасход – это ваша проблема. Перерасхода обычно не бывает. Бывает просто, что они продают. И если человек этим не будет жить, то он не заработает на этом, он потеряет. Он должен этим жить. Обязан, я бы сказал. Участок, цена? До миллиона рублей. Не будем разбивать как бы на совсем уже как бы мелкие. Сам дом вот сейчас должен стоить где-то до двух миллионов себестоимости. 1,8-2, как получится. Если вы будете сами это делать, сами покупать, сами заказывать бетон, сами заказывать арматуру, то все получится. Есть, конечно, огрехи, которые вы все равно не обойдете. Потому что мне человек говорил, он точно был прям в теме, прям в какое время, на какой рынок приехать и будет в 4 раза дешевле. Если у вас этой информации нет, вы купите тот же насос, там в 4 раза дороже. То есть у меня была тогда эта информация. Прям четко, график, когда поставляется. У меня это было, допустим, в Строгино. То есть Строгинский рынок. И я знал, что в 3 часа ночи приезжает от фура, где я заберу просто задарма. Вот на этом делаются деньги. То есть экономия реальная. Поэтому, когда человек говорит, я сам что-то сделаю, окей, сделай сам. Он это сделает либо в ту же стоимость, что сделал бы я ему, только он бы ничего не делал. Либо дороже. Дешевле не сделает. Хорошо. Фундамент плюс дом до миллиона рублей. До двух миллионов. До двух. До двух миллионов. Сейчас, да. Если мы говорим о 120 примерно квадратах. Это дом брусовой, утепленный, металлосайдинг, крыша, естественно, металлочерепица. Окна пластиковые. Пол? То есть пол деревянный, утепленный. Чистовой или грязный? Уже чистовой. Стены? Стены обшиты вагонкой, сделаны электрика, санузлы. В некоторых домах можно сауну воткнуть. Это не сильно удорожает. Санузлы, кафель? Санузлы нет. Мы делаем на продажу обязательно линолеум дешевый. Выбираем дешевый. Дайте людям возможность поменять на свое. Вы не попадете ни одному хозяину или хозяйке, то ли в цвет, то ли еще во что-то. Поэтому дайте им возможность начать жить, а потом они в процессе... Двери входят? Да, конечно. Кухня? Двери, кухня нет, мы на кухне делаем выходы, горячая-холодная вода и слив. Коммуникации. Все. Мы оставляем, потому что мы не знаем, где оно будет. То есть у нас готов туалет, душ, на кухне выходы. Электрика вся готова. То есть свет горит. Отопление. Все работает. Лампочки. И мы работаем с кем-то на двоих. Но если человек не готов этой жизнью жить, то мы готовы привлекать средства не огромные, потому что я не сумасшедший. В данный момент я понимаю, что я продам там 5 домов. Ну вот 50 не продам. В год. Ну за сезон. Будем так говорить, за сезон. Может быть и больше. Но зачем рисковать? Я не хочу не рисковать ни перед человеком, ни перед собой, чтобы мы здесь родились, выросли. И зачем нам это надо? 5 домов мы точно продадим. 50 не. Хорошо, себестоимость 2,5 миллиона на круг. Участок плюс дом. Где-то так, 2,5, 2,800, вот наша задача выйти до 3. До 3 себестоимости? Да. Что? Срок реализации проекта до 3 месяцев? Реализации по стройке, да. Продажа? Накидываем 50-60%, ну то есть 55. Полтора миллиона? Да. То есть выходим на 4,500, 4,600. Но мы готовы опять же торговаться. То есть мы понимаем, что так, чтобы никто не торговался, такого не бывает. В 90% случаях это будет риелтор, который привел, и к которому те же самые 100 тысяч уже можно заложить. Уточнись еще по поводу газона. Газон, какие-то минимальные озеленения при этом формате? При этом формате мы стараемся максимально сохранить то, что было уже на участке. Если там были деревья, то максимально их сохраняем. У меня так было, что мы когда начинали строить, у нас были готовые дома, и у нас уходили уже на уровень фундамента. Когда вот у вас поток пошел, тогда уже продается все подряд. А когда у вас один домик, это достаточно сложно. Потому что человеку может нравиться дом, он говорит, все устраивает, место не нравится. Мы говорим, вот у нас вот там вот на серединке, а вот там вообще на самом начале. Пойдем посмотрим. Он смотрит, а место нравится. Будет то же самое? Мы говорим, да, то же самое. Он говорит, все, огонь то. Если бы сейчас, ну на следующий сезон, допустим, включался бы, то я бы строить начинал два, через месяц третий, и через месяц еще там четвертый, допустим. Или там два, там два, и потом еще один. Они должны идти ходом. Сколько времени закладывать на продажу дома? Месяц, два, три, полгода. Если мы попали в сезон а-ля середина апреля, мая, июнь, то я думаю, что он уйдет уже до июня. Если мы попали в ноябрь, то вам очень повезет, если вы на Новый год продадите этот дом. Такое тоже бывает, что на Новый год делают подарки семьям. Такое бывает, что они хотят уже Рождество встретить в новом доме. Но это пальцем в небо, потому что у нас страна, мягко говоря, гулящая, пьющая. И если вы не продали до Нового года, либо не подписали договор, то до 17 января вы вообще можете звонков не ждать. То есть надо рассчитывать на летний сезон. Это вот середина апреля и до сентября включительно. Все. За это время вы можете два раза крутануть. Иными словами, для начинающих девелоперов лучше заходить в январь, февраль месяц, чтобы было небольшое плечо на то, чтобы... Если есть возможность покупки дешевого участка в октябре, в ноябре, в декабре, то есть можно в ноябре их приобрести, а стройку начать уже к сезону. Как происходит вопрос регистрации дома? Стоит ли его регистрировать? Как с налогами здесь? Ну, можно уйти от налогов тем, что... Сейчас нам страйк кинут, скажут вас посадят. У нас есть возможность купить участок, построить на нем дом, фактически продать участок и зарегистрировать уже на нового собственника. Это как бы, ну, уход от налогов. Легальный? Ну, как легальный. По факту мы должны при начале строительства уже уведомить архитектуру. Ну, хотя не уверен, как это обстоит в садовых товариществах, но по факту, да, у нас уведомление о начале строительства, уведомление о конце, о завершении строительства. После этого мы получаем зарегистрированную там ЕГРН-ку, что у нас есть недвижимость на данном участке. Вот. Ну, пока в стране есть такие возможности, но почему не пользоваться? То есть новый собственник тут же мы подаем, тут же мы завершаем, тут же мы зарегистрируем. Ну, какая разница? Клиентов это не пугает? Если их это пугает, пускай платят. Они бы заплатят больше. То есть они заплатят, я же не буду там в ущерб себе платить огромный налог, да, поэтому... А сколько составляет налог, если охраняет дом собственность? Ну, если дом, допустим, 120 квадратов кадастровой стоимости оценится, ну, пускай будет там в 3-4 миллиона рублей, пускай в 4, да. Мы умножаем это на коэффициент 0,7. То есть, соответственно, вот с 3 миллионов могут там 300-390 тысяч взять налог. То есть, если человек готов переплатить на эти деньги, окей? Ребят, ну а если вы до сих пор не подписались на наш канал, то самое время это сделать, потому что ваша подписка помогает нам ранжировать видео, чтобы на него, соответственно, попадала выдача в алгоритмах YouTube. Также оставляйте комментарии, что вам нравится и какие вопросы хотели бы задать по данной теме, либо, соответственно, по другим темам. И выбирайте темы, давайте будем снимать про лодки, давайте будем снимать про самолеты, про недвижимость. Пишите ваши комментарии, а мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо за встречу. Спасибо, Володь, что пригласил. Надеюсь, что через месяц-два у нас действительно пойдут сдвиги в строительстве и мы, возможно, боремся. Не, ну дай бог, дай бог, дай бог, мы будем полезны и для нас это как бы само собой разумеющееся, поэтому если кому-то это действительно нужно, мы готовы делиться этим бесплатно, поэтому если кто напишет, мы все расскажем, потому что естественно мы же не можем в интервью описать все. Ребята, контакт Андрея мы внизу прикрепим, поэтому если у вас есть вопросы по строительству для себя, либо вы хотите прийти в девелопмент, то, пожалуйста, welcome. Все, мы заканчиваем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok